на ремонте вот такая масса кларстейн. модель тут даже модель не написано. вот такие параметры 1800 ватт. он действительно мощный. слышно что электродвигатель работает. но при нагрузке не крутит. слышно что обходится шестерня. разбирается просто. как обычно снимаем саму рабочую часть. снимаем винт. также вот нижнюю часть откручиваем. просто винты по периметру откручиваем. нижняя часть откручивается. потом снимаем вот эту вот переднюю часть. здесь два винта откручиваем. снимаем. и для того чтобы вытащить двигатель вот крепежи. четыре винта. четыре винта откручиваем и достаем. что когда мы достали вот еще есть три винта которые откручиваются для того чтобы снять крышку и снимаем крышку. в моем случае обходилась вот эта шестерня. ее найти непросто. значит снимаем вот здесь с двух сторон у нее шайбы. обратите внимание чтобы назад поставили с двух сторон. и вот в моем случае втулка сами зубья были в полном порядке. в принципе на всей шестерне. и здесь и здесь и здесь в общем то в порядке. но так выработалась втулка. ну прямо миллиметра на два в каждую сторону до нуля. что при работе просто шестерня уходила в сторону. прямо ну совсем выработка была большая. найти шестерню непросто. ну в принципе как бы возможно. но она стоит ну прямо ну конских денег. поэтому что получилось сделать? получилось выпрессовать втулку. значит здесь втулка с внутренним диаметром 8 миллиметров, наружным 12 и 24 миллиметра в длину. такую втулку я не нашел. нашел 8 на 12 на 16 миллиметров в длину. и вставил две просто. с одной стороны выбивается непросто. ну просто на натиски вот так вот поставил. и сюда бил воротком и потихонечку она сошла. непросто было как бы обратите внимание что здесь на металл поставил. тут металлическая вставка и вот так вот просто натиски поставил. сюда выбивал. выбил 24 миллиметровую втулку. а вместо нее запрессовал 2 по 16. вот сюда запрессовал сначала тисками в заподлицо. потом сюда запрессовал до соприкосновения с этой. и здесь пенечек вылазил. болгаркой отпилял и все. вот получилось из двух частей абсолютно новое но обратите внимание если у вас целые все грани то в моем случае все целые настолько что вот когда всовываешь она прямо удивлен я качеством прямо ну вот плот плотно заходит 51 по моему зуб у нее а не 51 миллиметр у нее и вот ну заходит ну прямо плотно плотно большую я встречал с 50 тремя зубами с 53 миллиметра ну иногда встречал и 51 но она стоит но очень дорого получается где-то 20 долларов стоит одна шестерня но пошел вот таким правильным способом по сути дела втулку поменял она становится прямо плотно плотно без люфтов зазоров и вообще меня кларстейн удивил честно говоря думал это какой-то дешевый китай а нет она и мощная и ну прямо металлические шестерни кроме вот этой наружной тут металлическая внутренняя вот эта шестерня полностью металлическая одна только вот это пластиковая но даже прах скальзывая она все равно не стерлась на этом все по сути дела собираем и будет вам новая мясорубка но в обратной последовательности вы и без меня соберете всем мира ну и просьба подписаться на канал и прокомментировать если вы делаете по-другому напишите как ну а если вам понравился поставьте лайк пожалуйста